Я бы зацепился за принцип, который, как говорят некоторые эксперты, ну, не некоторые, их даже значительное количество, вот этот принцип нации на самоопределение с одной стороны, вот этот вот, да, а с другой стороны незыблемость границ, как-то это вошло в противоречие. И, как говорят эксперты, Россия сказала, в общем, то, что назрело. Вот просто взяла и сказала то, что есть на самом деле. Как совместить эти два принципа в мировой политике? То есть должны быть новые, как говорят эксперты, должны быть новые правила игры. Вот давайте выработаем новые правила, так сказать, независимости и будем от них плясать, как говорят эксперты. Возможно, это кому-то и понадобится, но не в этом случае. Это назрело, еще когда России дали растерзать Чечню, мы предупреждали, что она пойдет дальше, потому что безнаказанность агрессора и безнаказанность бандита, безнаказанность людоеда, она приводит к тому, что он выходит за свой порог и начинает со своим топором или со своей палицей ядерной блуждать уже по окрестностям. Ну, подождите, подождите. Вот почему-то страна Басков, вот, которая ищет независимости... Это фамилия Басков, а испанцы Басков, да. Да, страна Басков, которая собирается выходить из Испании все время, они проходят, кстати, по референдуму, отсюда и терроризм, они не имеют ни американских, ни французских паспортов, они просто хотят выйти, а там, где поголовно все захватили российские паспорта, похватали, там речь идет не о независимости, а действительно об аннексии. А если завтра безнаказанная Россия, которая полностью отвязалась от международного права, и нами сейчас правят политические маньяки, которые вместо в Гаагском трибунале, если они завтра сделают то же с Крымом, с Восточной Украиной, если они начнут свои паспорта раздавать в Северном Казахстане, а может они и в Китае начнут раздавать свои паспорта,